друзья всем привет с вами снова андрей с новым рассказом итак поехали эта история про девушку жанну про ее мечту и про то как она собственными руками построила свое счастье родилась жанна где-то в россии когда ей было два года родители переехали в чикаго но семья как часто бывает не была готова к трудностям иммигрантской жизни родители жанны развелись отец вернулся в свой родной город а мать осталась одна с дочерью работая за гроши то уборщицей то продавцом то телефонисткой в колл центре жанна с пяти лет была без памяти влюблена во все французское всех кукол назвала французскими именами мультфильм про бель знала наизусть откуда у русского ребенка в центре америки зародилась такая любовь осталась невыясненным склонная к мистике мать предположила что дочь была француженкой в прошлой жизни ну а в этой американской жизни пусть французский язык будет ее хобби в школе жанна подружилась с мальчиками из франкоязычных стран один из камеру на другой из конга и нахваталась от них сколько могла французских слов в седьмом классе узнала что вместо обязательного испанского их могут возить на уроки французского в другую школу если наберется группа из пяти человек жанна нужное количество набрала за пять минут своим франц африканским друзьям объяснила что они будут получать хорошие оценки на халяву раз уже знают язык а еще двоих убедила силой личного обаяния плюс помогли кулаки конголесца и камерунца с 13 лет жанна начала подрабатывать сначала в кондитерском магазине потом официанткой все заработанные деньги тратила на репетитора студенты из монреаля к окончанию школы говорила по-французски не хуже учителя в остальном была обычной девчонкой но только со своей заветной французской мечтой и всем говорила что ее мужем будет непременно француз но не любой к этому времени она прочла все книги экзюперии и конкретизировала мечту мужем будет только французский летчик после школы жанна продолжала подрабатывать официанткой и копила на поездку в париж ресторан выбирала особенно тщательно он был в гостинице недалеко от аэропорта охара там иногда останавливались летные экипажи жанна договорилась с менеджером что все франкоговорящие клиенты будут ее правда попадались ей в основном семейные и чаще всего канадцы но хотя бы так так поддерживалась языковая практика и вот однажды в ресторан явилась компания из пяти мужчин говорящих между собой по-французски жанна кивнула на них менеджеру нет сказал тот это столбила и они наверняка закажут спиртное а ты не имеешь право его подавать тебе же еще нет двадцати одного жанна метнулась к биллу видишь тот столик пусть он будет как бы твой но мой ты принесешь алкоголь и получишь чаевые а остальное все сделаю я совершенно бесплатно идет клиенты оказались настоящими французами из тулузы правда инженерами а не летчиками приехали в командировку в компанию моторола английские они знали но официантки бойко болтавшие на французском обрадовались как родной проговорили с ней весь обед а потом попросили показать город конечно согласилась жанна у меня как раз смена заканчивается ее смена только началась но она быстро переоделась крикнула менеджеру я увольняюсь и отправилась показывать город маршрут экскурсии пролегал в основном по чикагским барам и закономерно закончился в номере одного из французов жак был не самым младшим из пятерых на 15 лет старше жанны зато высоким стройным а главное холостым через три дня командировка жак жака кончилась но он взял отпуск и остался еще на месяц дальше было расставание долгие разговоры по скайпу редкие встречи и красивая история любви когда жанна окончила колледж они поженились прекрасную тщательно спланированную свадебную церемонию омрачала только одно мечта невесты все же сбылась не полностью муж не летчик а инженер но в один из дней жак однажды признался что с детства мечтал быть летчиком но не сложилось жизнь пошла другим путем просто не судьба печально сказал он цель ави что значит не судьба возмутилась жанна мы сами капитаны собственной судьбы осуществить мечту никогда не поздно что тебе нужно чтобы стать летчиком сейчас и она три года содержала их маленькую семью пока муж бросив учебу бросив работу инженера учился на пилота и сдавал экзамены и еще три года жила с ним в чужом далеком киргизстане потому что поначалу его взяли только вторым пилотом на бизнес-джет в бишкеке и лишь потом жак стал командиром корабля в эйр франц и жанна получила то о чем мечтала с детства друзья вот такая замечательная история надеюсь она вам понравилась а у меня на сегодня все спасибо что досмотрели это видео спасибо что учите русский язык с каналом руссториес огромной вам удачи и пока